Что одному полезно, другому может стоить здоровье, а то и жизни. В Кумерта у 24-х дошкольников выявлена пищевая аллергия. Дети разного возраста посещают разные образовательные учреждения. Чем же они питаются, если не переносят те или иные продукты? Все просто. Эти продукты исключают из рациона малыша. В результате ребенок недополучает нужное количество питательных веществ. У меня два ребенка. Старшей дочке 7 лет. Мы сейчас уже в выпускной подготовительной группе. И младший ребенок в младшей группе, ему 3 года. И вот, к сожалению, так получилось, что у ребенка у меня аллергика. У одного аллергии на одни продукты, у дочери на другие продукты. И вот до настоящего времени нам приходилось просто самим ограничивать питание. Воспитатели в курсе этой тоже ситуации. Они этот вопрос регулировали. И очень хорошо, что сейчас этот вопрос стоит, он особенно острый, потому что сейчас все больше детей аллергиков. И этот вопрос сейчас поднялся на уровне городского округа. Вопросом организации питания детей аллергиков вплотную занялись органы власти. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина провела собрание с родителями с приглашением представителей здравоохранения организации общепита. Первоначальные предложения об открытии отдельной группы были исключены. Дети разного возраста и аллергии у всех на разные продукты. Задача номер два, которая действительно реальна и которая, я подчеркну, она в принципе должна и реализоваться по санпинам, по правам ребенка. То есть, если ему нельзя тот или иной продукт, должна быть найдена равноценная замена. Оптимальным решением стало составление для каждого ребенка индивидуального меню. Для этого родители должны будут предоставить в детский сад справку из медучреждений и к ней в обязательном порядке прикрепить список с перечнем всех продуктов, которые можно и которые категорически запрещены малышу. Нужно будет написать и то, что ребенок не переносит лишь по личным наблюдениям, поскольку некоторые виды анализов берутся лишь с определенного возраста. Пробы, как мы поняли, на аллергию не делают до трех лет, например. Некоторые до шести лет. И весь этот список продуктов, которые запрещены, составляется опытным путем, то есть наблюдением. И, конечно, эту ответственность на себя должны взять родители. И очень подробно представить в детское образовательное дошкольное учреждение список тех продуктов, которые категорически запрещены. Те продукты, которые разрешены, и те продукты, которые нужно давать дозированно. Пища должна быть калорийной, содержать необходимые жиры, углеводы и белки. Организации «Общепита» готовы составить индивидуальное меню и согласовывать его с родителями. Да, конечно, мы готовы. Я думаю, чисто технически проблем не будет. Это вопрос времени. Нам нужен полный перечень продуктов от родителей, которые запрещены для питания детей. И порядка двух-трех недель, я думаю, мы индивидуально с каждым проработаем, с каждым ребенком и составим меню. Это чисто технический вопрос времени. Проблем не составит. Так что скоро дети-аллергики в дошкольных образовательных учреждениях начнут получать необходимые для роста и развития питание. Айгуль Мухаммедшина, Тимур Гельманов, телекомпания «Арис».